Амэн! Слава Богу! Сегодня я хотел бы говорить о опытности в жизни человека. Давайте мы откроем послание римлянам. Прочитаем то место, которое мы в прошлый раз читали. Я думаю, это будет как бы продолжение. Пятая глава римлянам, третий стих. И не с ним только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Знаете, эта книга не для того, чтобы на ее основании философствовать. Эта книга не для того, чтобы спорить, что правильно и что неправильно. Эта книга не для того, чтобы придумывать на ее основании различные учения и различные философские труды. Эта книга для того, чтобы ее читать и практиковать. Если ты не практикуешь Библию, твое христианство – это пустая философия. Философия заканчивается там, где начинаются реальные проблемы. Люди могут философствовать, сидя за столом на кухне, но когда приходит реальная проблема, философия улетучивается. Потому что каждому нужен реальный ответ. Поэтому я говорю, Библия не для того, чтобы мы о ней дискутировали. Что правильно, что неправильно. Кто прав, кто не прав. А те говорят, нельзя мясо есть. А те говорят, надо в субботу Богу поклоняться. А те говорят, надо юбку, чтобы вот так вот было. А те говорят, нельзя украшения носить. А те говорят, нет, наоборот, нужно украшения носить. И люди на основании Библии спорят, 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 спорят. Библия не для того, чтобы мы спорили. Библия для того, чтобы мы ее практиковали. И когда ты практикуешь Библию, в твоей жизни появляется библейский опыт. Да, библейский опыт. Ты становишься опытным человеком. Не теоретиком, а практиком. Что Бог сделал лично в моей жизни? Как я знаю лично Бога? Что я лично от Бога пережил? Что лично я получил от Бога? Нам не нужна теория. Нам нужна практика. Знаете, люди, христиане, которые не практикуют Библию, они рано или поздно разочаровываются. Они рано или поздно говорят, нам это неинтересно уже. Поэтому я как пастыр, я хочу тебя подтолкнуть. Практикуй Писание. Знаете, когда я начал читать Библию, я увидел простые вещи. Что когда человек кается в своих грехах искренне, он может измениться. Любой человек может измениться. Если он кается, он может измениться. Если не кается, не может измениться. Но если он кается, он может измениться. Знаете, это практика. Это не теория. Об этом можно долго рассуждать, рассусоливать. Но если человек искренне покаялся, у него появляется шанс на изменение. И когда ты видишь человека, от которого ему в милиции сказали, тебя горбатого могила исправит. Ему родители говорят, забежи куда-нибудь, чтобы очи мои тебя не бачили. Куда-нибудь исчезни с моих глаз. Все, исчезни. А человек кается. И его жизнь может измениться. И он становится другим человеком. Это практика. Это не теория. На эту тему можно написать вот такую философскую книгу, такой толщины. Но можно покаяться. И сказать, Бог, я тебя жду теперь. Меняй мою жизнь. Меняй мой характер. Меняй мои мысли. Убери мои грехи. Сделай меня праведным человеком. Знаете, что я еще увидел? Когда ты проповедуешь людям Иисуса Христа, ты можешь увидеть, как люди меняются. Это не теория. Это практика. Надо находить человека. И говорить ему, говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить о Боге. Сколько можно говорить? Слушайте, люди вообще ничего не знают о Боге. Люди вообще ничего не знают о Боге. Люди далеки от Бога полностью. Поэтому написано, если вы замолчите, камни вас запьют. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте. Я увидел, когда мы людям говорим о Боге, люди меняются. У людей появляется шанс, появляется возможность. Это не теория, это практика. Ты можешь чего-то не знать, чего-то не понимать. Но когда ты начинаешь говорить людям о Боге, сам Святой Дух наполняет твои уста. И ты говоришь не то, что ты знаешь, а ты говоришь то, что Бог хочет. И иногда вот такой простой проповедник, практик, который, может быть, еще Библию до конца не прочитал, но он так рассказывает о Боге, что это цепляет сердца людей. Почему? Потому что он практик. Он не теоретик. Он взял Слово Божье и решил его испытать на своей жизни. Он решил его испробовать на своей жизни. Иисус сказал именем Моим, будете изгонять бесов. Для того, чтобы изгонять бесов. Вы знаете, об этом можно философствовать. Об этом можно рассуждать. А есть бесы или нету? А есть они в христианах или нету? А когда они выходят, это проявляется как-то или не проявляется? А люди должны кашлять или дергаться? Кричать или крутиться на одной ноге? Что они должны делать? Слушайте, об этом можно разговаривать до бесконечности. Но когда ты начнешь изгонять бесов практически, хотя бы со своей жизнью, хотя бы со своей семьи, ты говоришь, я не знаю, они есть или нету. Да в твоей же жизни столько ситуаций, за которые тебе было стыдно. Если тебе было стыдно, значит, это не ты делал. Алло, если бы это ты делал, тебе не было стыдно. Ты бы проснулся утром и сказал, все нормально, аллилуйя, слава Богу. Вот такая я сволочка. Хорошо. А так ты иногда даже молиться не можешь, потому что ты нагрешил где-то. И думаешь, что это я сделал? Не хотел я этого делать. Если бы дьявола не было, то ты бы был доволен собой. А так ты не доволен собой. Более того, скажу, многие люди чаще не довольны собой, чем довольны собой. Потому что существует дьявол. И ты его не хочешь признавать. Библия – это практика. Иисус сказал, именем Моим будете изгонять бесов. Прикажи дьяволу, буду дергаться, не буду. Да какая разница? Если ты с верой это сделаешь, дьявол будет слушаться тебя. Чего он тебя не слушается? Потому что ты это не практикуешь. Ты об этом знаешь. Ты об этом слышал. Ты об этом читал. Но ты этого не практикуешь. Библия говорит, возложите руки на больных. И больные будут здоровы. Пастор говорит, на каких больных возложить руки? На себя возложи. Для начала найди у себя какую-то болячку и возложи руки на себя. Иисус сказал, что в твоих руках сила. Иисус сказал это. Это не теория, ребята. Это нельзя понять теоретическим путем. Это практика. Это так само, как нельзя научиться плавать без воды. Хорошо плыву. Давайте подождем, когда вода пойдет. Вода пойдет, плывешь как топор. Потому что для плавания нужна вода. Нельзя научиться играть. Я вот играю сейчас в теннис большой. Два года играю. Я думал, что я никогда не научусь. Потому что эта непослушная ракетка и этот непослушный шарик, они постоянно конфликтуруют друг с другом. Я не могу попасть туда никак. Не могу никак нормально попасть. А если попадаю, то куда-то он в небеса улетел. А там надо, оказывается, попадать так, чтобы он упал на следующее поле. Поэтому он должен как-то вот так вот лететь. Вот так. Я два года играю. Два года. Вот только сейчас я уже научился вот так вот бить, бить. Два года от терпения происходит опытность. Сейчас у меня даже мысли появились. Думаю, может, на какой-нибудь уэмблдон смотаться. Потому что от опытности происходит надежда. Аминь. От опытности надежда. Знаете, если бы я раз поиграл, сказал, не, не мое. Не мое. Раз поиграл, не мое. Не мой спорт. А какой твой спорт? У меня в основном диванный такой. На одном боку полежал, на другом. Знаете, когда долго лежишь, начинает бока болеть. Это не мое. Были искушения, так сказать. Когда ты месяц, ничего не получается. Второй месяц, ничего не получается. Третий месяц, ничего. Два года прошло. Я на себя этот раз смотрю, думаю, Боже, я профессионал. Я этот, как его, Беккер, Борис, от терпения происходит опытность. От опытности происходит надежда. А надежда не постыжает. Мы должны слово Божье практиковать. Не теория, практика. Знаете, кто-то говорит, о, наверное, у этого, кто-то мне говорил, кто-то из, ну, из неверующих, говорит, слушай, а у этого, у Макаренко вашего биополя, да? Биополя у него есть. Не, ну, бфу. Биополя 100% у него есть. Биомасса, биополя. Но он, в отличие от многих из вас, в отличие от многих из вас, для того, чтобы больные исцелялись, он их исцелял, 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 исцелял. Мы куда-то поехали в Сибирь, к нему привезли какого-то ребенка, такого всего покоряженного, молится, говорит, так, все, он уже здоров. Я говорю, Дима, слава Богу, что мы сюда больше не приедем. Да, да, практика. Понимаете, у многих Библия, она до сегодняшнего дня на уровне теории, у них страх ее испытать на себе, у них страх ее реально испытать, а у кого-то кто-то переступает этот страх, кто-то переступает этот страх и говорит, а я буду практиковать Библию, я буду делать то, что написано. Когда Библия говорит о жертве, Библия говорит, опыт всего служения, опыт служения, жертва это опыт, жертва это опыт. О, я уже жертвовал один раз пять гривен, ничего не произошло. Но Библия говорит о терпении. Я два года ракеткой махал, два года, каждую пятницу, каждую пятницу два года махал, два года. И мне казалось, безнадега, и вдруг прорвало. Да, оказывается, через терпение ты приобретаешь опыт. А через опыт у тебя появляется надежда. Знаете, что такое надежда? Надежда, мой компас земной, а удача, награда засмелась. А песни довольно одной. Говорят, она верующая была. И умерла. И говорят, она к Богу пошла сейчас там в небесном хоре для Иисуса поет. Вы поняли про кого? Ну, она песни такие пела, со смыслом. Это в советское-то время, когда эти сидели все, портработники, атеисты, коммунисты, аферисты. Да. Надежда. Что такое надежда? Надежду не засунешь в сердце силком. Алло. Ты не засунешь в сердце надежду силком. Она либо есть, либо ее нет. Она либо есть, либо ее нет. Есть другой сайт, безнадега.ру. С человеком разговариваешь, у него в глазах безнадега, в словах безнадега. Он везде, просто вот он везде сыпет направо и налево. Да не, ну а что тут в этом Першатравинске ловить? И вообще, что в этой Украине ловить? Я знаю таких людей. Я знаю. Они сидят в Калифорнии, в Сан-Франциско. Говорят, а что он тут в этой Америке ловить? Этот сайт везде работает. В каждой стране мира. Они в Германии сидят. Что тут в этом Германии, эти немцы проклятые вообще? Тупые немцы. Тупые немцы делают тупые Мерседесы. Острые русские сделали острые Жигули. Тупые американцы сделали тупой Айфон. А острые русские даже ничего не сделали вообще. Представь, во всем мире даже китайцы какие-то телефоны делают. Ай, у нас нету телефонов. У нас тут, алло, смольный. Боже, не перекидывай меня на эту волну. Слушай, я не остановлюсь. Проблема не в русских. Проблема в православии. Проблема не в людях плохих. А проблема в той религии, которая людей в тупость погружает. Которая Библию оставляет на уровне теории. Библию надо практиковать. И кто-то жертвует. И жертвует в терпении. И жертвует. И как результат в его сердце появляется надежда. Знаете, что такое надежда? Чтобы не произошло. А у тебя вот внутри вот такое чувство. Все будет хорошо. Ну сейчас вот это так. А у тебя внутри. Все. Вот где-то здесь оно есть. Ну я же знаю. Как-то вот на интуитивном уровне. Вот оно есть во мне. Внутри оно есть. Голова кричит другое. Мозги кричат другое. Все вокруг кричат другое. А внутри вот здесь какая-то как запись божественная. Как вроде сам Господь тебе взял и написал своей рукой. Все. Будет. Хорошо. Ну ты так встрял. У тебя столько проблем. Боже. Опять не то, что надо. А вот это вот глубоко внутри. Все будет хорошо. Такой диагноз. А где-то внутри. Вроде как диагноз такой, что надо, чтобы все было плохо. А внутри все будет хорошо. Откуда это берется? У кого-то берется, а у кого-то нету. У кого-то вечная паника жизненная. Вечная паника. Все плохо, все плохо, все плохо. Везде все плохо, везде все плохо. Хуже становится хуже. Еще хуже, еще хуже. Еще становится хуже. О, лучше уже никогда не будет. А, все, труба. А у кого-то здесь запись есть внутри. Откуда она взялась? Кто тебе это написал? Сам Бог начертал это на скрижалях твоего сердца. В результате того, что ты не просто теорию продвигаешь, ты Библию практикуешь. Ты не теоретик. Ты практик. Ты берешь то, что написано и делаешь. Написано, что надо бедным служить. Ты идешь и служишь. Да ты сам бедный. Ты сам бедный. Начинаешь бедным служить. И откуда-то оно берется. У тебя в самого пять хлебов и две рыбки. Смотришь, раздавать начал. Так и машины появились. И деньги появились. Почему? Потому что Библия это не теория. Библия это практика. Если ты хочешь быть теоретиком, христианином, поверь. Рано или поздно ты разочаруешься. Ты упадешь духом. Ты будешь смотреть на людей. Будешь искать виноватых везде. Знаете, люди есть виноватых везде еще. Одна женщина ко мне пришла в Харьков. Говорит, пастор, хочу вас извинить. Я говорю, извини меня. За что? Говорю, хотя бы знать. Можно? Чтобы знать вообще. Хоть за что? Извиняешь ты меня. Говорит, я замуж решила выйти. Взяла мужика, с ним пришла к вам. А вы с нами очень коротко поговорили. И не сказали мне, что этот мужик, он сволочь. А я, говорит, за него вышла замуж. Уже развелась. Все из-за вас. Вот дела. Вы знаете, я в своей жизни столько раз был виноватым. Есть люди, которые научились соединять несоединимое. Как вот так вот взять оттуда ниточку, да? Пастор виноват. Я говорю, понял. Говорит, а вообще я в вашу церковь не ходила два года? Ну, понятно. А сейчас вот пришла, говорит, на служение. Так меня, говорит, Господь вдохновил. Вы, говорит, как раз проповедовали, что дух слабый у человека. И вы говорите, дух у тебя слабый. Ты сидишь в соплях в своих. Так вот. У меня насморк появился с понедельника. И две недели после этой проповеди не проходит. Это из-за вас. Зачем вы сказали в соплях? Да. Вот так выглядит оно. Теоретическое Евангелие. Теоретическое. Кто-то будет виноват всегда. Кто-то будет... Кого-то будем всегда обвинять. Сейчас кто-то сидит и говорит, и у меня тоже. Тоже у меня... Что-то это... Да будет нос твой. Как трубы на пятьдесят. И втягивает воздух в себя. Как пылесоса. И никаких препятствий да не будет там. Вовеки пресно. Аминь. Дыши ровно. Господь с тобой. Евангелие надо практиковать. Библия не для того, чтобы о ней рассуждать. Библия для того, чтобы ее делать. Делай Библию. Делай Библию. Делай то, что написано. Бог тебя благословит. Знаете, как меняется наше сердце. Когда мы практики. Мы становимся другими людьми. Мы становимся другими людьми через практику. Знаете, многие люди хотят помазания, хотят силу, хотят власть от Бога. Но многим людям банально не хватает опыта. Если бы ты зашел в 100 квартир и сказал 100 проповедей в 100 квартирах. Ты бы знал, как Бог действует. Ты бы видел, как Бог действует. Ты бы видел, как Бог действует. Если бы ты возложил руки на 100 человек. Может быть, на 95-м. Ты бы видел, как Бог действует. Если бы ты дьяволу с властью приказал 40 раз. То уже на 5-м разе, я уверен, что атмосфера в твоей жизни бы поменялась. Если бы ты принес жертву от сердца. И не одну. Жертву. О, пастор, ты только про жертву говоришь. Это опыт. Это опыт. Нельзя сегодня выкинуть из Библии опыт. Я видел церкви, в которых никогда никто не собирал пожертвования. Американцы приехали, им здание построили. Мало того, они им гуманитарку возят ежемесячно. Заезжаешь в какую-то церковь. Захожешь на служение, смотришь, сидят люди. Что американцы все? Все американцы. Американские рубашки в клеточку. Американские джинсы. Американские ботинки. Думаешь, боже, какая модная церковь. Не, просто к ним гуманитарка ежемесячно подъезжает. И они туда накидаются в сицерку. Хорошо, хорошо, разобрали. Слава Богу за наших братьев Америки. Слава Иисусу за наших братьев Америки. Они богатые, а мы бедные. Они богатые всегда. А мы бедные всегда. У них всегда все есть. А нам всегда все надо. Я вот ему брата проповедовал. Он говорит, знаете, благословение, вот, салфетки. Бумажные салфетки. Я говорю, а где ты взял? Ну, гуманитарка пришла. С салфетками. На этот месяц Господь сказал, салфетки. Все в салфетках. Вся жизнь в салфетках. Беру, мне не надо столько. Возьми, пригодится. Дело нужное. Учитывая, что с Америки пришло бесплатно. Будешь руки вытирать. Ты только руки. Можно всех шахтеров вытереть. И знаете, я видел такие церкви. Это самые недовольные люди в мире. Казалось бы, берут, 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 берут. И все. Мало. А люди, которые практикуют Евангелие, у них надежда. Надежда. Расточил. Раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Возлюбил правду. Возненавидел беззаконие. Помазал его Господь. Елеем радости. Более всех. Соучастников. Что такое? Ты что такой радостный? Ты что так... Оптимист. Ты что оптимист? Все, кто Евангелие практикует, все оптимисты. А все, кто не практикует Евангелие, пессимисты. Пессимисты. Вот русский язык, да? Сразу и попустили моментально, да? В одном слове. Как много в этом слове. Пессимист. Чего я пессимист? Потому что пессимист. Надо практиковать Евангелие. Аминь. Надо то, что написано, делать. Делай, 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 делай. Но я не чувствую, что я могу исцелять больных. Я вообще тоже никогда не чувствую. Ну, чем чаще делаю, тем больше получается. Вот дела. Ты говоришь, ты не чувствуешь, когда ты исцеляешь больных? Более того, скажу, я иногда сам себя больным чувствую. Но так проснулся, что-то... Думаешь, нет, нет. Надо перед людьми вот так вот. Чтобы все нормально. Чтобы никто не догадался. Евангелие надо практиковать. Оно не должно быть на уровне теории. У тебя должен быть свой опыт. Есть у кого-то какая-то христианская книжка? Есть книжка христианская? Ну, дайте мне какую-то книжку христианскую. О! О! Задумает она Поле. Лена неволина. Лена неволина. Задумала Поле. Это ее опыт. Ее опыт. Знаете, что она может сделать ее своим опытом? Она может тебя вдохновить на твой опыт. Но у тебя должен быть свой опыт. Ты свое должен Поле написать. Амэн. У тебя должен быть свой опыт. Свой. А когда смотришь некоторые люди, за ними ничего нет. Знаете, это как хирург. Хирург. 40 лет назад институт закончил. Ну, правда, ни одной операции не сделал еще. 40 лет прожил. С дипломом. Со всеми знаниями. Ни одной операции не сделал. Хоть прыщик выдави. Выдави прыщик. Боюсь. Какой ты хирург? Какой ты хирург? Ты не хирург. Какой ты хирург? Начмет. Взятки только брать. Для того, чтобы быть хирургом, для этого надо иметь практику. Для того, чтобы быть христианином, надо иметь практику. Если ты ее не имеешь, если за тобой ничего не стоит, ничего не стоит, ничего не стоит, опыта нет, опыта нет, рано или поздно ты разочаруешься. Ты скажешь, Бог ничего не делает. Ни хорошего, ни плохого. Но Бог делает. Ой, что вы мне рассказываете? Я уже пять лет в церкви. Ничего Бог во моей жизни не сделал. Ничего. Так ты практикуй это. Иисус молился ночами. Ты пробовал молиться хотя бы час в год? Час пробовал. Не заметил, как на 32-й минуте уже кино смотрел. Молюсь, молюсь, молюсь. Смотрю фильм хороший. Молюсь, молюсь, молюсь. И все декларации депутатов прочитал. В интернете. Ты пробовал хотя бы час молиться каждый день. Год. Я год, год. Два года я вот это... По шарику не попадал. Сейчас попадают так радостно. И надежда на моем... У им был дом. Появилась. Откуда она взялась, эта надежда? От терпения происходит опыт. От опыта появляется что? Надежда. А надежда не постыжает. Если у тебя внутри есть надежда, все будет нормально. Надежда не приходит за одну ночь. Она не приходит за один день. Я не могу тебе ее раздать, как Wi-Fi. Пу! Пароль. Надежда приходит как результат твоей практики. Бог пришел к Аврааму. И Бог сказал, Авраам, у тебя будет сын. И от тебя произойдет великий народ. И всех, кто тебя благословит, я благословлю. Кто тебя проклянет, я прокляну. И будешь ты благословением для всех народов. Речь шла о евреях. Я недавно открыл в интернете, посмотрел знаменитых евреев в современности. Боже мой! Это же страшно. Все! Сильвестр Сталлоне. Все! Мама с Одинской. Все евреи. Все эти Натали Портман. Все эти артисты. Все эти политики. Все эти художники. Как они так? Ну вот так вот. Бог решил свой народ благословить. Кому-то повезло родиться евреем. Как один сказал, сидят с друзьями, бухают. И он говорит, слушай, смотрю на тебя, мне кажется, ты еврей. Если бы я был еврей, я бы с вами в жизни не бухал. Я бы с вами даже за столом бы задним не сидел бы. Говорит, благословлю. Родишь сына, благословлю. Вот они живут с Сарой, да? Пробуют сына родить, а он не рождает. Ну и получается. Уже к доктору сходили. Уже проверились. Сперматозоиды на анализ сдали. Ничего не работает. Не получается. И вдруг у Сары идея. Идея. Говорит, слушай, Авраам, у меня тут прислуга есть. Давай ты с ней переспишь. Она забеременеет. И родит ребенка на мои колени. Какой ужас. Вот знаете, вот. Когда долго что-то не получается, у людей. Крыша едет не спеша, да? Вот что такое чужой опыт? Вот он, чужой опыт. Сара, это в твоем животе ребенок должен быть. Она говорит, да, да, да. Пусть будет хотя бы у этой. Родили нам на свою голову. ИГИЛ, Бако-Харам и все остальные проблемы человечества. Чужой опыт. Чужой опыт. Родили сына. Начал расти Измаил. Бог приходит к Аврааму и говорит, Авраам, у меня ничего не поменялось. Сара, жена твоя. Ну, это так, для уже, для для особо одарованных. Сара, жена твоя. Жена твоя, Сара. Родит сына. Знаете, что он говорит? Он говорит, ой, Господи, хоть бы Измаил живой остался. Хоть бы пенсию не урезали. Хоть бы, хоть бы уже, хоть и регресс не забрали. Бог говорит, Сара, жена твоя, родит сына. Хоть бы тот не помер. Знаете, что такое нет надежды? Когда нет надежды, ты смотришь на ситуацию, на любую. Через черные очки. Есть кого-то черные очки? Дайте мне черные очки. Черные очки дайте. Черные очки дайте. Вы что, не ходите? Солнце на дворе. Все. Не ходите в очках? Так, все. Раздать всем на выходе черные очки. А, не, шутка. Розовые. Давай. Все какие-то ничьни совсем черные. Ужас! Я не хочу через твою призму на народ Божий смотреть. Это страшно. У тебя что? В другую сторону? У меня плюс. Два. Я делаю вид, что я без очков вижу. Просто я Библию наизусть знаю. А у тебя в другую сторону? Сколько? Плюс пять. Аллилуйя, Господь. Исцелись. Так вот, я не хочу смотреть через эти черные очки на мир. Не хочу. А когда нет надежды, ты на все смотришь через черные очки. Ты пессимист. Почему ты бизнес не начинаешь? Потому что ты пессимист. Ты бы уже давно начал бы бизнес и работал, а ты пессимист. У тебя надежды нет внутри. У тебя наперед уже ты себе программу проработал, что не получится. Некоторые не женятся. Ходят таки все. братья. Братья. Я понимаю, что сейчас сестры более активные стали, но не до такой же степени, чтобы они вас на себе женили. со мной пойдешь. Мужем будешь. У него нет надежды. Нет надежды. Нет надежды. Нет надежды. Нет. Должна быть надежда. Для счастливой жизни. Знаете, говорят, надежда умирает последней. Для счастливой жизни нужна надежда. Надежда. Она должна жить внутри тебя. Она должна находиться внутри тебя. Откуда она происходит? От того, что ты живешь по слову Божьему. Он говорит, хоть бы Измаил не помер. А то вот недавно это свинка была. То мы думали, помрет. Температура. Горло запухло у него, у Измаила. Думали, помрет. И хоть бы этот не помер, Господи. Бог говорит, Сара родит тебе сына. И знаете, терпение. Приводит к опыту. Моисею было сто. Саре было девяносто. А на утром встает ты. Младший сержант. Все. Он говорит, вот это Бог сделал мне. Вообще, это не только Бог, и Абраам там тоже участвовал. Вот это мне Бог на старости сделал. И она родила ребенка. И знаете, вот этот опыт Абраама, когда ты сам что-то родишь, ты другим человеком становишься. Когда ты сам что-то родишь, какое-то чудо, ты сам родил, ты другой человек. Парню пятнадцать лет, Бог говорит Абрааму, пойди и принеси его в жертву на одной из гор. Написано, взял сына своего, единственного, понес его на гору, связал, положил на дрова, достал нож, и готов был его убить. Знаете, почему? Потому что он знал, что Бог силен даже из мертвых воскресить. До этого он говорил, Господи, хоть бы Измаил не помер, но когда надежда приходит, она приходит через твое, твой плод, твой плод, у тебя должен быть свой, толкни кого-то, скажи, свой плод у тебя должен быть. Свой плод должен быть. Свой плод у тебя должен быть. Еще раз, дай эту книжку, где она. Это не твой ребенок. Понимаешь, это чужой ребенок, чужой. Чужой. Знаете, люди годами разговаривают. Бенихин сказал это, Дерек Принц сказал это, а вот этого мы слышали, вот это, а вот этого мы слышали, вот это, а вот этого мы слышали, вот это. Особенно мне нравится, как в Америку приезжаешь, там вот эти русские христиане, они все книжки прочитали. Они тезисами разговаривают, абзацами, абзацами. Вот этот сказал, вот это, вот это сказал, вот это, вот это сказал, вот это, вот это сказал, вот это. А у тебя свой есть опыт? У тебя свой ребенок есть хоть один? Нет, своего нету. Я вот просто, знаете, все разговариваю, рассказываю, как вот у этих, там вот так. А вот у него вот так вообще. А там это вот так. А там я видел вот так. А вот я в другой церкви был, там вообще по-другому. Там вообще вот так. Так это не твое вообще. Ты хотел Измаил? Да? Знаете, что Сара сказала потом? Знаете, что Сара сказала? Она говорит, Авраам, у меня к тебе деловое предложение. Давай этого выгоним, товарища. Авраам говорит, ты что, прикалывайся, это сын мой. Она говорит, с Богом пообщайся. Господи, Господь говорит, так говорит Господь, слушай Сару. А куда выгнать? В пустыню выгоним. Так он там умрет. Надежда, мой компас земной. Будем надеяться, что не умрет. Не нужен чужой опыт. Тебе нужен свой опыт. Чужой опыт тебя подтолкнет к чему-то. А твой опыт даст тебе надежду. Надежду, что все будет хорошо. Почему все будет хорошо? Потому что у меня уже было и было все хорошо. Значит, еще будет и еще будет все хорошо. Что такое надежда? Это когда ты внутри знаешь, все будет хорошо. Я помню, как на машине перевернулся. И вот лечу на крыше. Светя и шпатер. На крыше лечу вот так. Головой вниз. А внутри все будет хорошо. Все будет хорошо. Что такое надежда? Она даже когда ты головой вниз летишь, не выветривается. Она остается там. Внутри все будет хорошо. Тю! Вылезли через окно. Приехали в милицию. Говорят, где трупы? Мы. Говорят, так машину покорежили. А внутри все будет хорошо. Я еще 7 тысяч долларов заработал на это. Потому что все будет хорошо. Да? Что такое надежда? Она есть внутри тебя, как результат твоего опыта с Богом. Опыта с Богом. Дианас поставили, а внутри тебя все будет хорошо. Знаете, что такое надежда? Серёж, ты нашел это место. Ну, прочитай. Что такое надежда? Это быстрее страницы открывать. То есть пастыром скоро больше. Это единственная пастырская работа. Страницы листать. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твёрдое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. И входит, ну, и там за завесу. То есть для души есть якорь. Надежда не компас, а якорь. Аминь. Якорь. Знаете, что такое якорь? Я вам сейчас скажу. Вот вода, это самая ненадёжная штука. Перештаранки-то все знают. Вот она есть, а вот её нет. Ненадёжная вещь. Вот воду её нельзя схватить. Ты же не можешь схватить воду, да? Схватился за воду. За что держишься? За воду держусь. Не можешь. Ну, разве что, если она в бутылке? И вот корабль стоит на воде, да? Если он стоит на воде, его несёт куда хочешь. Несёт, 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 несёт. Всё. А ты якорь кинул? Якорь – это связь. Между тобой и Богом. Надежда – это связь между тобой и Богом. Уже если у тебя есть надежда, никуда тебя не унесёт. Аминь. Потому что ты якорь кинул, такая махина, там, не знаю, сука, там, 20 тонн на цепи. Шпа-бах! И корабль. И всё. А если он ещё там якорь зацепился за какую-то корягу. Всё. Всё. Корабль стоит. Казалось бы, вроде ненадёжное всё. А вот мы и остановились, и всё у нас нормально. Надежда приходит как результат твоего опыта. Результат того, что ты практикуешь Библию. Ты не теоретик. Ты практика. Ты то, что написано, делаешь. Знаете, мы иногда видим такую вещь, мы теряем нашу молодёжь. Почему мы их теряем? Почему они больше начинают любить мир, чем Бога? Почему? Потому что теоретическое христианство оно никого не удерживает. Теория. мы должны своих детей заставлять практиковаться. С детства. Я помню, Антон такой был, и там был как раз этот конструктор, как раз появился, Лего. Дорогой был, бешеный, деньгистой. Уж. Я когда-то ему такую маленькую коробочку купил, и он такой, Лего, Лего, там играется, играется. И я с ним тоже, ну, двоём игрались. Вот. Там солдатики такие были, войнушки мы играли. Ну, короче, такие баталии делали вдвоём. И он мне говорит, вот бы мне побольше Лего. Я говорю, не получится, сынок. Говорю, не выйдет. Он говорит, почему? Потому что, я говорю, чтобы Бог тебе дал больше Лего, тебе надо самую, самую дорогую вещь, что у тебя есть, пожертвовать. ты жертву должен Богу прийти. Зачем я это делал? Зачем я это делал? Я делал с у такого возраста. С у такого возраста. Я хочу, чтобы у моих детей была практика Бога. Не просто теория, знаешь, папа всё дал. Папа, телефоны, папа, часы, папа, машины, папа, жильё, папа, на еду, папа, то, папа, всё, мама, то, мама, всё, за учёбу заплатим, всё делаем. В итоге, дебил! Я не хочу так. Я не даю детям денег. Да? Верой живите. Живите верой. Верой живите. Когда я вижу проблему, из БУ обыскивает, Антон сидит там в посте в понедельник. Я счастлив. Я говорю, молодец. Борис, у тебя должен быть свой опыт с Богом. Молотку поставили там, пришли казаки в Крыму, резать начали там, палить начали огни. Я говорю, слава Богу, у тебя свой опыт должен быть. Свой опыт с Богом. Почему? Потому что опытности происходит надежда. Когда у тебя нет опыта, за тобой ничего не стоит. За тобой нет ни одной большой жертвы. За тобой нет ни одного чуда исцеления. Ни одного изнанного беса нет. Ни одной души, приведенной к Богу, нет. За тобой не стоит это ничего. Чего я так смотрю на мир негативно? Как ты будешь на него еще смотреть? Как ты на него будешь смотреть? Ты будешь смотреть негативно? Я не хочу христианства теоретического. Это христианство, которое завтра приедут мусульмане, перевербуют и будут ходить христиане бывшие. Если ты имеешь опыт, тебя никто не перевербует. Если ты имеешь опыт, тебя слушать будут. Если ты имеешь опыт, к твоим словам будут прислушиваться. Если ты имеешь опыт, твое сердце будет другим, ты будешь смотреть на мир, на жизнь, на обстоятельства совершенно по-другому. Авраам сказал, говорит, да, я знаю, что мой Бог может даже из мертвых воскликнуть. Это был другой Авраам. Авраам без опыта один человек, Авраам с опытом другой человек. приобретай опыт. Я говорю, приобретай опыт. Иди, проповедуй Евангелие, приобретай опыт. Иди в больницу, молись за больных, приобретай опыт. А этот человек сумасшедший, я пытался с ним в бедствии знать, приобретай опыт. даже если не получится, приобретай опыт. За тобой должно что-то стоять. Ты не должен быть теоретиком. Теоретик живет без надежды. Без надежды. Библия говорит, надежда не постыжает. Что такое надежда? Это вот эта внутренняя убежденность. Бог на моей стороне. Он все сделает. Все будет хорошо. Он все решит. Он победитель. И он мой Бог. И он даже из мертвых воскресит. Ты веришь? Я надеюсь. У меня есть внутренняя убежденность. Все будет хорошо. От терпения опыт. От опыта надежда. А надежда не постыжает. В твоем сердце должна быть надежда глубокая. Внутренне. Чтобы ты был убежденным человеком. У Бога есть для меня что-то хорошее. У Бога есть для меня большая судьба. У Бога есть для меня счастье, устройство, благополучие. Знаете, религия она ничего не делает. Иисус сказал фарисеям. Он сказал, вы взяли ключ разумения. Но вы даже перстом не хотите пошевелить. Вы ничего не хотите сделать. То есть вы все знаете. У вас в голове все знания. Все знания в голове. Вы все знаете. Вы знаете, как надо. Вы знаете, как правильно. но вы не хотите ничего сделать. Пальцем не хотите пошевелить. Пальцем не хотите пошевелить. ты должен стать опытным христианином. Я побуждаю тебя к этому. Стань опытным. Приобретай опыт. Приобретай опыт. Знаете, я всегда пробовал. Я все пробовал. все пробовал. Да. Когда я покаялся, у нас не было учения такого, как сейчас здесь. У нас не было учения об знании бесов. Вообще об этом никто не учил. Зато были байки. Байки были, знаете. Брат Вася изгонял демона, а демон ему сказал, открой форточку, я выйду. Он открыл форточку и бес в него вошел. И теперь брат Вася живет с демоном, и он через него разговаривает. Разговаривает и говорит, пирогов с грибами хочу. Мы вот такие байки слушали. поэтому когда пришла какая-то женщина первый раз в 90-е годы там все же были экстрасенсами. Кто экстрасенсом был? Подняйте руку. Ладно. Не везде. Все были экстрасенсами, все были экстрасенсорными. Дух Кашпировского витал. Пришла какая-то экстрасенс. И начали закрещение Духом Святым Алиса. Начало дергаться, и бесы через нее начали, и все потекали. Я смотрю, думаю, Боже мой, что делать? Изгонять или тоже текать? Думаю, ладно, даже если пироги с грибами буду жрать, пойду буду гнать этого беса помогло. Ох, это Евангелие работает. Как ты это узнал? Практическим путем. Только практическим путем. Не через теорию. У меня отец умер, дом продали 10 тысяч долларов. Мама отдала отдала мне и говорит, смотри, хорошо подумай, у тебя таких денег больше никогда в жизни не будет. Это говорит, у тебя первый и последний раз эти деньги в руках. Хорошо подумай, диван купи, обязательно себе теплую одежу купи. Ходишь постоянно, я тогда еще ездил на автобусе и стоял постоянно на луовую. Ботинки хорошие купи, чтобы ты стоишь, чтобы ты не примерз. Пальто себе хорошее, дубленку купи себе хорошую. Таких денег у тебя никогда не будет. я помолился. Когда есть деньги, лучше не молиться. Я помолился и Бог говорит, отдай. Я думаю, даже если их никогда не будет, эксперимент. Эксперимент. Видите, как говорят, эксперимент не удался. Да нет, вроде удался. Вот стою перед вами. Даже дубленку не покупаю до сих пор. И ботинок нет. Машина есть просто там вместо дубленки. Эксперимент удался. А мог бы не удаться. Мог бы не удаться. Но вы не удастся. Понимаете, мы Бога не познаем через теорию. Мы Бога познаем через практику. Это риск. Это риск. Там пацаны рискнули беса изгнать. Написано, этот мужик, с которого беса изгоняли, сорвал с них все одежды и побил их. Представь, голым задом с освобождения. еще все поцарапанные разбили. Что такое? Хотели освободить. Эксперимент не удался. Все. Анания Сапфира там что-то хотели пожертвовать. Ну, не все. Продали дом. Говорят, ну, это часть мы пожертвуем. Вторую часть. Принесли. Петр говорит, за сколько продали? Да, да. Вынесли сослужение вперед ногами. Эксперимент не удался. А что сделаешь? Познавать Бога надо только опытным путем. Нужно всю жизнь рассуждать, что правильно, что неправильно. А попробовать слабо? Я говорю, попробовать слабо? Испытать слабо? надо пробовать. Надо испытывать. Надо проверять. Сам Бог говорит, испытайте меня, испытайте, проверьте. Я не вру, я говорю правду. Я хочу, чтобы у вас был опыт, чтобы за вами стояли конкретные дела, конкретные поступки, чтобы вы не жили теорией, чтобы вы не жили просто какими-то философскими умозаключениями, но чтобы мы жили, основываясь на свой прошлый опыт с Богом. Давайте мы закроем глаза. с Богом.